Здравствуйте, уважаемые студенты 4-го курса. Вашему вниманию предлагается аудолекция «Подготовление кадров педиатра лечения факультета Самарканского государственного медицинского института». Лекция подготовлена докторами наук Расулу Саддаку Рубанович. Тема сегодняшней лекции «Анатомо-физиологические особенности костной системы детей. Рахет и спазмофилия». В сегодняшней лекции рассматриваются вопросы «Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей», «Методы исследования семьютического поражения», а также «Рахет и спазмофилия». Рассматриваются вопросы идеологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики. Начинаем с «Анатомо-физиологические особенности костной системы». У детей раннего возраста костная система содержит мало минеральных веществ и очень много органических веществ. Из-за того, костная система у детей раннего возраста мягкая. Также, значит, в этом возрасте мало подвергается к травматическим повреждениям, перед ломом встречается редко. Много хрящевые ткани в зонах роста хорошее кровственное общение. Из-за этого у детей младшего возраста частые остеомедиты. Надкостница толстая, эластичная и изгибается у детей раннего возраста в следствии строения костной системы. Особенности строения черепа у ребенка имеют свои особенности. У новорожденных мозговая часть черепа преобладает над лицевой частью, а у взрослого человека наоборот. Значит, лицевая часть преобладает над мозговой частью. А также имеется у детей раннего возраста, особенно первого месяца в жизни, малый родничок. Он находится в затылочной области и в большинство случаев он закрывается, а в некоторых случаях он бывает открытым первые 2-3 месяца. Есть еще большой родничок. Большой родничок имеет размер от 3 до 3 сантиметра до 1,5-2 сантиметра. Значит, большой родничок имеет большое диагностическое значение. Он закрывается к 12-16 месяцев жизни. Раны закрытия до 3-4 месяцев тоже приводят к различным проблемам. А также поздно закрытие связано с нарушениями инвестиций костной ткани. Какие особенности строения позвоночника у ребенка? У новорожденных в первые месяцы жизни позвоночник не имеет изгибов. Когда ребенок начинает удерживать головку трех месяцев, образуется шейный лордоз. А потом, когда он начинает сидеть, в области грудина появляется кефоз. А когда ребенок начинает ходить, значит, образуется поясничный лордоз. Какие особенности строения грудной клетки? Грудная клетка у детей ранного возраста находится максимального вдоха. Робра расположены горизонтально, поэтому ограничена вдох и экскурсия легких у детей ранного возраста. Начиная с 12-14 летнего возраста грудная клетка приобретает вид максимального выдоха, как у взрослых. Какие особенности зубов у новорожденного ребенка? У новорожденных отсутствуют зубы. Зубы, значит, начинают формироваться к концу второго месяца внутротропного развития. Рождается ребенок без зубов. К 1 году у детей имеется 8 молочных зубов. Первые молочные зубы прорезываются 6-7 месяцев. В первую очередь прорезываются нижние 2 средних резцов. В 8-9 месяцев прорезываются 2 верхних средних резца. 10 месяцев 2 верхних боковых резца. 11-12 месяцев 2 нижних боковых резца. До конца года отмечается всего 8 молочных зубов. Окончательно прорезываются молочные зубы до 2-летнего возраста. Для определения необходимого количества молочных зубов в возрасте 6-24 месяцев можно использовать формулой x равен n минус 4. 4 значит это возраст ребенка в месяцах. Теперь у детей более старшего возраста после 5-6 месяцев вместо молочных зубов прорезываются постоянные зубы. Для определения постоянных зубов до 12-летнего возраста применяется формула x равен 4n минус 20. n число значит возраст в годах. Теперь как надо провести обследование костную систему детей? Исследование включает сбор жалоб, сбор анамнеза морби, анамнеза вити, а также проводится общий осмотр ребенка, используются методы палпации и перкуссии, а также исследования суставов. Дополнительным методом обследования относятся рентгенологические методы исследования, компьютерная томограмма, рентгеноскопия, рентгенографические методы исследования. Также проводится общий анализ крови, мочи и биохимические исследования. К биохимическим исследованиям относятся определение уровня кальция-фосфора сыворотки крови, а также уровня щелочной фосфатации сыворотки крови и провизионные ультразвуковые методы обследования. а также проводятся сканированные магнитно-резонансные томографии, исследования сеноверной жидкости, а также биопсия сеноверной оболочной суставы костей. Теперь переходим к симметрике поражения костной системы у детей. В основном возникает боли в костях. Боли могут появиться при переломах, а также при поражении костной системы, при выраженных сосудистых нарушениях костной системы, а также при астопорозах, после некрозах, когда ребенок начинает ходить, а также при нарушении функций костного мозга и кровообращения. Например, при ликозах иногда возникают боли, а также при разных воспринимательных процессах, может быть, боли со стороны костей. Теперь детская практика имеет значение врожденного вывыха бедра. Для определения врожденного вывыха бедра используются разные методы. Такие, как, значит, визуально устанавливается асимметрия костных складок на бедрах, укорочение одной из конечностей. И одна будет, вот здесь показано, значит, если ниже линии, значит, у ребенка имеется вывых, соответственно, стороны бедра. При разведении конечностей, положение лежа на спине, угол между конечностями должен состоять менее 180 градусов. Положительный симптом тренда Бюллурга, тренда Еленбурга, положительный симптом шерчка, а также отмечается утийная походка, когда ребенок начинает ходить. Теперь, уважаемые студенты, переходим к рахиду используем филии. Рассматриваем вопросы идеологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профлатики. Рахид – это такая патология, которая висит только у детей раннего возраста, а у взрослых такая патология не встречается. А встречается наподобие такой патологии – это остеохондроз. Впервые рахид был открыт в 1650 году английским анатомом Глиссеном и по его имени называется болезнью Глиссена или английской болезнью. Рахид – это патологический заболевание раннего возраста, которое есть в действии нарушения обмена веществ, в честь преимущественного фосфонокальцевого сопровождается поражением многих органов систем и развитием деформаций скелета. В основе этой патологии лежит дефицит или нехватка витамина D. Рахидом страдают дети в возрасте от двух месяцев до трехлетнего возраста. Рахид встречается чаще в всех странах, чаще в северных странах, где недостаток солнечного света. Дети, родившиеся осенью и зимой, болеют рахидом чаще тяжелее. По данным статистики, в прошлом веке встречалось достаточно много от 66 доношенных и до 80 доношенных детей в России. В настоящее время заболеваемость рахидом среди молодежи в Москве не превышает 30%. В узбекистане рахид широко распространены патологии. По данным авторов, в 2007 году рахид выявлен у 27% детей первого года жизни. Заболеваемость рахидом, как нам было сказано, встречается в северных частях земного шара, значит в России 50% до 85%. А в Турции встречается в пределах 4%. В странах Европы в пределах 29-30% встречается рахид среди ветеранового возраста. Каков эти патогенез рахида? Значит, сказано было, что дефицит витамина D и его метаболиты имеют роль в развитии рахида. Недостаточно соли, кальция, фосфора, магния и других минералов. Повышена функция просчитывания желез и нарушена функция почек приводит к развитию рахида. Фактором, предусловающим развитие рахида, относится со стороны матери и со стороны ребенка. Со стороны матери, возраст матери меньше 17-ти, больше 35-ти, токсикоза беременности, экстрагенитальная патология, также дефекты питания во время беременности и лактации. А когда мало употребляют продукты, содержащие витамины D, такие как молочные продукты, рыбные продукты, сливочное масло, яйца и так далее. Не соблюдается, когда режим дня, недостаточная инсоляция, геподинамия тоже приводят к развитию рахида у детей. Осложненные роды, неблагополучные социально-экономические условия приводят к развитию рахида у детей раннего возраста. Со стороны ребенка, время рождения, чаще болят дети, родившиеся в июне-декабре месяце. Недоношенные дети часто болеют рахида. Морфофункциональная незрелесть, когда большая масса прирождения более 4 кг. Большая прибавка в весе в течение первых-трех месяцев жизни. Вскамливание грудным, но сиженным и долго стоящим молоком кормилицы. Раны искусственные смешанные в скамливании, неадаптированные молочными смесями. Недостаточное пребывание на свежем воздухе, недостаточный двигательный режим. Пеннатальность в лопатии, поражение 4-го, 3-го желудочка. Соболевание кожи, печени, почек. Синдром алабсорбции, частые респираторные кишечные инфекции. Прием протосудочных препаратов. Все эти причины могут привести к развитию рахида у детей. Теперь в этиологии различают эндогенно-экзогенные факторы. Экзогенным относится к недостаточно поступления витамина Д, пищевыми продуктами, а также макроэлементы, такие как фосфаты, кальций, магний, цинк и другие экринементы. А также витамины, ямные кислоты. Недостаточно прибывания ребенка на свежем воздухе, недостаточно инсуляции приводят к дефициту витамина Д. Эндогенным факторам относятся нарушение процесса всасывания витамина Д в кишечнике, предназначенной патологии со стороны органов пищеварения, синдром алабсорбции, а также прием медикаментов, нарушение процесса гидроксилизации активных форм витамина Д в печени, в почках, нарушение всасывания фосфоров, кальция в кишечнике, их повышенное выведение с мочой, нарушение утилизации костной ткани, нарушение функциональной активности рецепторов витамина Д. А также факторы развития арахида у детей относятся к высшепричневым причинам, как искусственное скамблевание, масса прирождения больше всего килограмма, недоносимость, плохой уход за детьми, недостаточный двигательный режим и частые ОРВ кишечные инфекции. Схема метаболизма витамина Д, значит, когда недостаточно подключает ребенок, с пищей витамина Д, а также, значит, когда недостаточно ультрафиологических облечений, при этом, значит, на коже недостаточно образуется провитамин Д3, или она называется Д-дегидрохолестерин. Все это через крови поступает в печени, в печени активируется и возникает или синтезируется холикальциферол 25H. А в почках под действием ферментов происходит активация метаболита витамина Д3 и образуется 1,25H, холикальциферол, активную форму витамина Д. Витамин Д в организме регулирует функции парашитовидных желез, а также регулируется функция реабсорбции кальция фосфора из канадского аппарата почек, а также способствует рассасыванию или всасыванию кишечника кальция и, значит, регулирует отложение кальция в костной ткани. В патогенезе, значит, когда недостаточно получают экзогенно-эндогенные витамины Д, наступает снижение фосфора в крови. Гипофосфатемия, в свою очередь, приводит к нарушению мининизации нервных волокон, что, в свою очередь, приводит к гиподинамии, гипотонимизм, а также, значит, нарушению образования костной системы и нарушению функции виктативной нервной системы. Уменьшение количества витамина Д приводит, в свою очередь, к нарушению всасывания кальция из кишечника, что приводит к гипокатемии. В свою очередь, гипокатемия вызывает, значит, смягчение костей, остеомоляция, а также гиперпродукция шитовидной железы приводит к выработке парадгормона, что, в свою очередь, приводит к вымыванию кальция из костной ткани, что это приводит к остеомоляции. А также, значит, происходит нарушение кости образования, а также недостаток витамина Д приводит к нарушению белкового и других видов обмена, аминоксидурия. Значит, все это приводит к нарушению синтеза коллагена и костной образовании. Таким образом, дефицит витамина Д приводит к нарушению не только минерального обмена, и, в свою очередь, приводит к нарушению функций внутренних органов. Теперь, какие последствия рахита? После рахита могут остаться дисфункции иммунитета. Дети часто болеют различной патологией, возникает гипотония, и они часто подвижены респираторным заболеваниям. Возникает остеопороз, остеомоляция, остеопения, а также гипоплазия костной системы приводит к недоразвитию костной системы, а также, значит, со стороны зубов могут отмечаться дефекты и приводят к анемии. Возникают вегетативные дисфункции, запоры вследствие гипофункции кишечника, дискинезия блюорного тракта, и насыпешные кишки. А также, значит, последствия рахита могут сохраниться на протяжении всей жизни. Допустим, если у ребенка имеется гипофлазия костей таза, это приводит к последующему рахитическому узкому тазу, что возникает проблема во время родов у женщин. Младенческий рахит, таким образом, это медико-социальная проблема. Теперь классификация рахита, она была принята Дулицким в 1948 году и до сих пор используется данная классификация. Засечают по степени тяжести первая, вторая и третья стадия, легкая, средне-тяжелая, тяжелая стадия. Теперь по периодам болезни различают начальный период, период разгара, рекомендуем лицензии или выздоровления, а также остатки неоггений. По характеру течения различают острые, подострые, рецидирующие течения. Дополнительно к данной классификации была принята классификация Лукьяновой в 1988 году. Согласно этой классификации выделяют классический витамин Д, дефицитный рахит, а также витамин Д, зависимый рахит, связанный с генетическим дефектом синтеза активного витамина Д3 в почках или, значит, печени. Третья группа, витамин Д, рецидентный рахит или тублопатия называется, сюда относятся гипофосфатазия, бетонидибри, фанконис синдром и другие тублопатии. А также различают вторичный рахит при заболеваниях печени, синдрома лапчорствия и другие состояния. Теперь в диагностике рахита в настоящее время используется комплекс мероприятий, направленный на забор анамнеза, а также клинические, значит, картины болезни. Проводится биохимический анализ крови, снижение концентрации фосфора, кальция, повышение активной селочной фосфатазы, а также снижение содержания лимонной кислоты, гипоситремия. И проводятся органологические методы исследования. При этом выявляются пассимуляции, остеопороз, деформации, а также гиперплазии костной системы. К лабораторным методам исследования относятся гипокальцемия. Характерным является гипофосфатемия. Первый. В начале болезни рахита при второй-третьей степени выявляется гипокальцемия. Снижение лимонной кислоты в крови, ацетоз, гипофосфатурия, гипокальциурия, отрицательная проба с луковой, сахарактерным являются признаки для рахита. Органологические признаки остеопороз, расширение рыбных расширок с осуществлением рахитической четки, мягкий выпуклый череп с боковым влощением, большой размер ротничка и другие изменения. Теперь, какова клиническая картина первой степени рахита? Первый симптом является вегетативным расстройством, а костные изменения при первой степени незначительные. Состральные вегетативные нервы системы отмечают нарушение сна, беспричинный крик ребенка, разложительность, локсивость, повышенная потливость, а также кислый пот, тренинг головы и наступают облесины затылка. Характерным является красным гермографизм. Податливый из костей, края большего ротничка, малого ротничка, стреловидного шва, значит, они мягкие, и является незначительный остеопороз. Со стороны крови при первой степени изменений не происходит, только может быть со стороны крови незначительная гепофосфатемия, а кальций в крови остается нормой, признаки анемии не наблюдаться при первой степени. При второй степени, значит, со стороны головы отмечаются изменения в виде деформации, выступают ломные теменные бугры, а также при палпации отмечается большой размер большого ротничка, края податливые, мягкие, значит, поздно прорезанных зубов или деформации со стороны эмали зубов, а также, значит, со стороны грудной клетки могут отмечаться ряд изменений. Здесь вдавливание грудной клетки, эракетические, четкие иногда горизонные борозда образуются со стороны рубер, а также, значит, давление грудной клетки, расширение нежной апертуры грудной клетки, а также, значит, могут быть и ледовидные, а также келевидные, ликообразные, воронкообразные грудная клетка у детей более старшего возраста, они могут остаться на всю жизнь. Со стороны позвоночника отмечается грудной кифоз, со стороны кисти отмечается симптом браслеток и нет еще мчуги симптом. При третьей степени отмечается деформация в основном нижней конечности видеообразных и х-образных ног, по-другому называется варшные, вагустные деформации. Также, значит, со стороны крови отмечается выраженная гипокатемия, повышение слошной фосфатазы в крови, выраженный атидоз, а также анемия и другие изменения, а также нарушение функции желчокосечного тракта, кровотворной системы, нервной системы, со стороны почек и других, особенно иммунной системы, отмечается изменение при третьей степени тяжести рахита. Со стороны рентгенограммы, как было отмечено, значит, образуется признак остеопороза, так же искривление конечностей и другие изменения. Различают острые течения рахита, при этом проблодание процесса остеомоляции над гипроплазией, остеоидной тканей, отмечается крайне таблиц, размещение краев родных кож, вов, чаще у детей первые полгода жизни, а также у недоношенных, и не получающих профлактивной дозы витамина D. Под острые течения возникают у детей, значит, которые не получают профлактивной дозы витамина D или неправильно речем на детей. Здесь проблодание наступает гипроплазия, стоит на ткани в зонах роста костей, отмечается репринок четкий, браслеты, губры, чаще встречается во втором полугодии у детей, получающих недостаточно профлактивной дозы витамина D. Теперь, как надо лечить ракет? Необходимо устранить причины, которые привели к развитию заболевания, патогенетические изменения, которые возникли в организме. Лечение подразделяется на неспецифические и специфические методы лечения. К неспецифическим методам лечения относятся рациональное питание матери и ребенка. Если ребенок находится на грудном скаминовании, значит, надо сохранить грудное скаминование до двухлетнего возраста и свою жизнь надо ввести при корме. При дефиците витамина D с 56 месяцев ребенку рекомендуется творог, а также молочные продукты. добавляется яичный желток с 8 месяцев, рыбные котлеты рекомендуется детям с 8-9 месяцев. А также соблюдается правильный режим питания. Матерь и мат должны употреблять в достаточном количестве витамина D с пищевыми продуктами. Достаточно пребывания на свежем воздухе детей, а также ежедневно-гигиенические, периодические, лечебные, хвойные, морские, соленые, ванны рекомендуется детям в ранных стадиях рахита. Теперь комплекс лечебных рахита включает нормализацию фосфорно-кальциевого отмена, устранение метаболического ацидоза, целью коррекции витамина, дефицита витамина D, назначение препарата витамина D, организация правильного режима дня и проветривание комнаты. Назначается ЛФК, массаж, гигиенические ванны. А также проводится пропаганда грудного всканливания. При искусственном всканливании правильный набирать адаптивные смеси. Питание, значит, при грудном всканливании необходимо улучшить питание матери. Как нам было сказано, если ребенок 6 месяцев, значит, надо вести прикормы. Также в рацион включаются фрукты, овощи, а также молочные продукты. Если нет неприносимости белков, коров и молока или аллергическое проявление к молочным продуктам. Теперь, как надо провести медикаментозное лечение? Основным патогенетическим методом лечения является корица витамина D. Существуют разные препараты витамина D. Это спиртовые растворы, масляные растворы, а также водные растворы. В настоящее время редко используются спиртовые растворы, так как они могут вызвать некоторые осложнения со стороны, в следствии рта и пищевода. А также масляные растворы иногда вызывают кишечные расстройства. В связи с этим, в настоящее время, применяются водные растворы витамина D. В настоящее время вскользуется препарат Аква-Ди-3. В одной капле содержится 500 мг, 500 единиц витамина D. А также наряду с препаратом витамина D назначаются препараты кальция, а также антиоксидантные препараты А и Е витамины, препараты карнитина, препараты магния. Препараты карнитина в настоящее время, очень много препаратов сейчас выпускается промышленностью. Такие препараты, как Элкар, карнитинхлорид, Альмиба, Триметабол, Карнит и так далее. Такие препараты назначаются детям в течение месяца, двух месяцев, а также при необходимости назначаются препараты магния в виде таблеток или растворок. Из препаратов витамина D особенно применяется, как нам было сказано, Аквадитрим. Суточная доза зависит от возраста ребенка, от степени тяжести, от особенности ухода за ребенком. Суточная доза составляет от 2000 до 5000. При легком течении назначается 2000 единиц витамина D в сутки и при тяжелом течении до 5000. В течение месяца, полутора месяца. При тяжелом случае назначат проводится противоресидивное лечение витамином D. Теперь на радиус витамина D назначаются препараты кальция в виде хлорцевого кальция, 5-10% раствор для питья до 1 года жизни тоже рекомендуется. А детям свыше 1 года рекомендуется препараты кальция в виде таблеток. Кальция гулиганат, кальция глицерофосфат и так далее. Препараты магния назначаются 3-4 недели по 10 мг-кг в сутки. Такие препараты, как аспаркаб, магнирот, магния B6 назначаются детям. Особенно, когда у детей имеется гипокатемическое состояние, а также присудорожное состояние. Есть еще препараты растительного происхождения. Это шавель, корни имбирра, корни дуба и так далее. Они применяются в виде настоев или в виде вонных ванн. Иногда применяется при лечении и прохладке рахита у детей. Теперь, как надо провести прохладку рахита? Существует антинотальная и постнотальная профладка рахита. Возвращают неспецифические методы профладки и специфические методы профладки. Здесь показана госпитализация детей по респираторным заболеваниям. Дети, не получающие прохладку рахита, часто болеют респираторной инфекцией. И дети, получающие прохладку рахита, почти в 5 раз меньше болеют респираторной патологией. Респираторная патология – это острое респираторное заболевание, бронхит и пневмония. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется на профладки респираторной патологии, назначение витамина D. Антинотальная профладка начинается, значит, до рождения ребенка. Существует неспецифическая профладка рахита. Неспецифическим относятся к балансированию питания беременной женщины, режим труда отдыха, здоровый образ жизни, длительная прогулка в солнечную погоду, прием провитаминных препаратов, гендевит, матерна, ветром принатал и другие виды препаратов. Специфическим методам профладки относятся, значит, использование витамина D в 28-30 недели беременности. Еженедельно назначается по 500 международных единиц витамина D в течение сутки, в течение 8 недель, независимо от времени года. Проведение 1-2 курса УФО, также, значит, оно проводится в зимно-весенном периоде года. Почему специфическая профладка рахита витамина D должна быть обязательной? Потому что в грудном молоке содержится 40-70 международных единиц витамина D. Оно не покрывает потребности ребенка, а потребность ребенка составляет 400 международных единиц. Поэтому, значит, с двух месяцев жизни детям необходимо на естественном скандировании назначение препаратов витамина D. Постнотарная профладка тоже делится на две части. Неспецифические профладки. Неспецифическим методом профладки относится к сохранению грудного скандирования, своевременному введению прикормов, проведению массажа, гимнастики, достаточно пребывания на свежем воздухе, воздушной ванной, а также специфические методы профладки начинаются, значит, с трех-четырехнедельного возраста у недоношенных раньше срока или второй недели. Каждый день ребенок получает 400-500 международных единиц витамина D до 1-1,5 года. В летном месяце, значит, витамин D не дает в связи с синтезом и инсуляцией. А недоношенным детям и детям с повышенной пигментацией кожи, ежедневная доза витамин D увеличивает до 800-1000 международных единиц и дает в течение 1,5-2 лет, исключая летные месяцы. Если дети находятся на скандировании, на адаптированном смеси, витамин D не назначают, так как в составе адаптированных молочных смесей имеется профлактическая доза витамина D. Для профладки гипервитамин D один раз в 2-7 недель необходимо проводить пробу Сулковича. Таким образом, рахет можно и нужно предупредить. Теперь, уважаемые студенты, переходим к следующей патологии, это спазофилия, или по-другому она называется титанией. Или она возникает вследствие гипокальцимии. Значит, они могут вызвать тонические и тонкоклонические судороги. Патогенезия гипокальцимии или титании большое значение имеет дефицит витамина D в весенном-земном периоде, подавление функций прошитовидных желез, повышенное всасываемость солей кальцием, фосфора в кишечнике и нарушение реаксорбции в почвенных канадцах, отложение солей кальцием в костях, гипокальцимия, повышенная нервно-мышечная возобудимость и возникновение судорог. Клинская лакцификация спазмофилии. Развлечет латентная и явная форма спазмофилии. Латентная форма спазмофилии мы можем выявить с помощью симптомов. Симптом хвостей капли, надавленный на фосоканина, или выхода лицевого нерва, возникают мимические сокращения соответствующей стороны. Симптом трусок, когда мы ставим жгут на 3-5 минут в области плеча, и ниже плеча отмечается судорожь с сокращением мысль. Появляется рука акшера, следствие сокращения мысль. Симптом маслова при уколах или когда мы разживаем кожу иголкой, и тут же происходит временная остановка дыхания. Вот эти три симптома являются характерным для ранней диагнозской спазмофилии. Без лабораторных методов исследования мы можем вывести с помощью этих симптомов. Кроме этих симптомов, значит, у детей могут отмечаться взрягивание, а также беспокойство ребенка, беспричинное беспокойство и так далее, которое подоживает, значит, на спазмофилии. Различают три явных форм спазмофилии. Первый ларингоспазм, карпопитальный спазм и эклампсия. Ларингоспазм, значит, судорожное сокращение ларингальных мысль, следствие чего, значит, среда полного здоровья. После некоторых разрушителей у ребенка отмечается ларингоспазм. Значит, у детей останавливается дыхание, они начинают дышать с трудом, возникает вследствие ларингоспазма, значит, синюшность и временная остановка дыхания. И при этом, значит, после оказания помощи ребенок приходит в сознание. Карпопитальный спазм возникает у детей раннего возраста, особенно карпопитальный спазм возникает со спазмом или сокращением мысль конечностей, и при этом могут отмечаться остановка дыхания, а также, значит, тоническое сокращение мысль конечностей и искривление, значит, конечности вследствие этого может наступить. И на основании этих данных мы можем подразумевать наличие спазмофилии. А экламптические, значит, стати возникают различными судорожными состояниями, возникают тонические и клонкотонические судороги у детей. Иногда отмечаются потери сознания во время судорожных состояниях. Как надо диагностировать спазмофилию? Значит, в крови мы определяем наличие гипокальцемии, гиперфосфатемии, и наличие алкалоза в крови. Теперь, как надо оказывать помощь при ларингоспазме? Вызвать скорую помощь, уложить ребенка на ровную мягкую поверхность, освободить от одежды, смешить дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, создать спокойную обстановку, прижать лечо холодной водой и никакие другие действия. Значит, надо уложить ребенка на бок, и различные шпатели или железные приборы не надо ввести в рот, так как они могут вызвать некоторые осложнения. При ларингоспазме, значит, в стационарных услугах внутривенно вводится струйно-10% раствор глюканата кальция в расчет 1 литр на год жизни, при отсутствии эффекта тубайцитрахеи или трахотомии. При отсутствии сердца непромой массаж сердца. После восстановления дыхания – кислородотерапия. После приступа показано питье в виде чая, ягодных и ротов соков. Какие последствия шпазофилии? Могут наступить, значит, склероз сосудов органов, если хронически будет протекать это состояние. Они могут оставаться физическим психоматурным развитием при хронических формах острого дыхания при приступах эклампсия и ларингоспазмы. Таким образом, значит, мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...